Его особые качества. Он был послан с единобожием и великодушием. Ибн Аль-Каим, рахим Аллах, сказал, в нем, саллаху алейху ассалям, состоялось сочетание единобожия и великодушия, что является обратным многобожию и запрещению дозволенного. Он был послан как людям, так и джинам. Пророк, саллаху алейху ассалям, сказал, каждый пророк посылался только к своему народу, а я же был послан ко всем людям. Его писание и призыв. Аллах Всевышний сказал, алиф лам ра. Это некое писание, которое не спаслали мы тебе, о пророк, чтобы ты выводил людей из мраков, невежества и неверия, к свету истины и веры, с дозволения их Господа на путь величественного и достохвального. Сура Ибрахим, аят 1. Его знамения. Самым большим знамением, дарованным ему, является Коран. И какие бы знамения не были дарованы прежним пророкам, то ему была дана от них некая часть. Любовь к нему является признаком веры. Он, саллаху алейху ассалям, сказал, не уверует из вас никто, пока я не стану для него любимее, чем его ребенок, его отец или чем все люди в общем. Тот, кто его ненавидит. Тот, кто его ненавидит, становится неверующим. Аллах Всевышний говорит, поистине, ненавистник твой, о пророк, он сам куцый, лишен блага как в этом мире, так и в вечном. Сура Аль-Каусар, аят 3. Халиль. Он, саллаху алейху ассалям, сказал, поистине, Аллах избрал меня ближайшим другом, как он избрал Ибрахима ближайшим другом. Один из обладателей твердорешимости. Аллах Всевышний говорит, и помни, о пророк, как взяли мы с пророков их завет из тебя, и снуха, и Ибрахима, и Мусы, и Иисы, сыны Марьям. Сура Аль-Ахзаб, аят 7. Его знание. Он сказал, что касается меня, то поистине я более знающий об Аллахе, чем вы. Аллах Всевышний говорит, скажи, о пророк, не говорю я вам, что у меня есть сокровищница Аллаха, и не говорю я вам, что знаю сокровенное, и не говорю я вам, что я ангел. Сура Аля-Ана-Ам, аят 50.